Следующее правило Правило, которое вытекает из того же куплета, который мы зачитывали вчера. То есть вчера мы разбирали какое правило? То, что средства и причины определенных дел получают те же постановления, как цели, которым эти средства и причины ведут. То есть если дело обязательно, то и то, что к нему ведет, выполнение этого является обязательным. Если дело запрещено, то и то, что к этому ведет, является запрещенным. И так далее. Это то, что разбирали вчера. А сегодня правило другое. Аль-Мутаммимат воззывает ла-хукм аль-Махаси. Те вещи, которые являются дополнением определенного обязательного действия, или добавка к нему получает те же постановления, как и само действие. Как это, каково постановление самой этой цели. Как понять? Сейчас разберем, иншаллах. Говорит, Говорит, шейх Ас-Саади, Дела бывают трех видов. Это то, что мы записывали вчера. Макасид, то есть дело является целью самого по себе. Как, например, намаз. Намаз шариати является целью, достижение которой требуется. Второй вид дел, То есть те средства и причины, которые приводят тебя к этому делу. То есть они бывают до дела. Понятно или нет? Как, например, И поход в мечеть для завершения этого намаза. И третий вид дел, Это те дела, которые завершают основное дело. Те дела, которые завершают намаз. Как, например, возвращение в то место, откуда он вышел для похода в мечеть. То есть вышел из дома для того, чтобы идти в мечеть. Твой поход в мечеть и твой выход из дома, чем является? Василя. Является средством к чему? Максад. Гая. Цели. А цель какая? Намаз. После намаза ты возвращаешься обратно домой. Возвращение обратно домой чем является? Мутамима. Или заеб. То есть, видишь, дополнение твоего намаза, без которого ты не можешь обойтись. То есть в любом случае ты должен вернуться туда, откуда ты пришел. Или вернуться куда-то в другое место. Даже если ты не возвращаешься домой, все равно ты уходишь в какое-то другое место. То есть третий вид дел, это те дела, которые следуют за основным делом. И мы уже упомянули то, что стрессные причины, которые ведут к цели, берут те же постановления, как сама цель. Это мы уже упомянули на прошлом уроке. Показалика аль-мутамимаат лиламаль. И то же самое, говорит, можно сказать, относительно дел, которые завершают общее дело. Им тоже, что отдаются те же самые постановления, как и сама цель. Потому что с того времени, как он вышел из своего дома для совершения поклонения, то он продолжает оставаться в поклонении, пока не вернется. И здесь, как мы уже упомянули на прошлом уроке, необходимо понять разницу между двумя понятиями. То, что возвращение домой с намаза не называется ладьб, не называется обязательным, подобно намазу. Но называется поклонением, подобно намазу. То есть мы говорили, средства и причины, которые приводят те же цели, берут постановление самой цели. И говорили, если намаз ладьб, то взять вуду и пойти на коллективную молитву, тоже ладьб. Так же говорили? Тоже ладьб. Но про возвращение домой с намаза не говорится, что это ладьб. Когда мы говорим вещи, дополняющие основную цель, основную цель, как возвращение домой с намаза, берут то же постановление как цель, то есть как намаз. Не имеется в виду, что возвращение домой с намаза называется ладьбом, так же, как намаз называется ладьбом. Но имеется в виду что? Что возвращение домой называется поклонением, так же как сам намаз называется поклонением. Понятно или нет? Почему? Потому что иначе получится, что возвратиться тебе домой является вазьбом. Является вазьбом. А может быть я хотел остаться в мечети, дождаться следующего намаза, так или нет? Дождаться следующего намаза и не хочу возвращаться домой. Или я не хочу возвращаться домой после намаза, но хочу пойти на базар или на рынок и купить какие-то продукты, например, и тому подобное. Поэтому возвращение домой будет называться поклонением, но оно не берет постановление обязатель, Владик. Но ты берешь за это награду. Почему? Потому что ты вынужден возвратиться с намаза. Ирк-Вышний Аллах Панаталя, по Твоей милости, дает тебе награду даже за это. Хотя это твое возвращение уже не имеет непосредственного отношения к намазу и не имеет непосредственного отношения к действительности твого поклонения или к недействительности. То есть, твой намаз утвержден, установлен, возвратился и не возвратился. Но Всевышний Аллах Павла Таля, по своей милости, что делает? Записывает тебе награду, даже за твоё возвращение, намаза или джигада и тому подобное. Если бы не было, не было бы, не было бы, не было бы. Есть ещё один вопрос, на который необходимо обратить внимание. То, что прошлое правило, это мы забыли упомянуть, так? То, что прошлое правило, которое мы разбирали вчера, то, что цель берёт постановление цели, это только в том случае, если к этой цели одно единственное средство, одно единственное средство имеется. То есть, допустим, если, как называется, человек обязан прикрыть свои странные части, словно, аурат, так или нет, при этом у него нет одежды. Как он может достичь этой цели? Он может эту одежду купить, ему могут её подарить, так или нет. Он может её найти в своём доме после того, как проведёт поезд и тому подобное. Может у кого-то попросить и так далее. То есть, есть несколько путей для достижения цели какой? Прикрытие аурата. Если есть несколько целей, то уже не говорится, что какая-то конкретная цель из этих четырёх является обязательной. Но говорится в общем, что одна из этих целей, выполнение её является обязательной. Но не говорится, что такая-то конкретная является обязательной. То есть, мы не можем в данном случае сказать, что пойти этому человеку и купить ему одежду является влачевым для него, обязательным действием для него. Так как он может достичь этой цели другими путями. Есть разница между тем, что сказать, такая-то конкретная цель является обязательной. Или сказать, одна из этих всех целей является обязательной. Это две разные вещи. На этом что закончилось разбор этого права. Продолжение следует...